Сотрудница мемориала, известная правозащитница Анна Каретникова, лет 10 назад взяла и пошла в тюрьму внутрь. Сначала как член ОНК, общественной наблюдательной комиссии, а потом, собственно, сотрудница ФСИН. Я грешный человек, тогда очень сильно хмыкнула, тоже мне теория малых дел. Ну нельзя же изменить систему, ну невозможно изнутри что-то делать, пока Путин, пока политическая воля. Но эти 10 лет Анна, в общем, спасла многие жизни, многих людей, многие судьбы. И я думаю, что сотни, а то и тысячи людей ей многим обязаны. Она написала книгу «Маршрут». И, знаете, меня больше всего потрясло, что Анна еще работала в системе ФСИН, ходила каждый день на работу, а уже ее книгу «Маршрут», надо сказать, замечательную книгу, полезную книгу, начали изымать из тюремных библиотек и из камер. Анна, привет! А что? Что случилось с книгой? Чем она так навредила тюремному контингенту? Что такое? Тюремному контингенту она не навредила, конечно же, никак. Она была написана пять лет назад, я уже работала в тот момент как сотрудник ФСИН. Она была издана очень небольшим тиражом, и, собственно, весь этот тираж я отвезла, раздала в тюремной библиотеке. Ну и надо сказать, что она была и у всех начальников СИЗО, и у всех, кто просил подарить, у всех эта книга была, поэтому то, что сейчас, как вот доводят до меня источники, ее проверяют на наличие, на содержание в ней экстремизма, ну это как минимум странно, что там четыре-пять лет этого экстремизма никто не замечал, а теперь вдруг он там как бы возник. И действительно, где-то полгода назад, я сама не видела, мне рассказала Ева Меркачева, которая попросила одного из начальников СИЗО показать письмо, на основании которого книгу изымают из библиотек и камер. И, как ни странно, ей этот документ показали, и там было написано, что, ну что-то вроде того, она не помнит точно, и я тем более, что книга дискредитирует сотрудников уголовно-исполнительной системы, ну что очень странно, потому что я сама на тот момент являлась сотрудником, вот, но арестанты, тем не менее, полностью книжку не выдали, не выдали, они ее продолжали читать, передавать друг другу, перед тем мы вашу книгу прочли, но в некоторых случаях говорили, что ее довольно жестко изымали, там оперативники ее рвали на коридоров, но я так понимаю, что это какие-то разовые акции. Но указание такое было от главного оперативного управления в СИН России, и вот сейчас вроде как ее на экстремизм проверяют. Посмотрим, чем это закончится. Ты очень внезапно уехала из Москвы, и сейчас ты во Франции, в Кальмаре, недалеко от Страсбурга. У меня было такое ощущение, когда я узнала, что ты уехала, что ты успела вскочить в отходящий поезд еще чуть-чуть, и, возможно, ты бы не смогла уехать, или даже еще хуже. Возможно, мы бы тебя увидели бы уже в другом качестве. Я имею в виду в тюрьме, но в другом качестве. Извини, что я говорю такие вещи, но, наверное, ты сама об этом думала. Как это все было? Постепенно. Все это происходило постепенно. То есть становилось понятно, что моя персона становится все более неуместной. Не для московского управления. У меня не было каких-то особых проблем ни с моим руководством, ни с сотрудниками. На то, что где-то наверху все больше и больше начинают удивляться, что тут делает этот человек, зачем он ходит, пишет, снимает на регистратор, что происходит. Ну, такое ощущение было, и сигналы доходили, звоночки звенели. И в последнее время, конечно, я уже жила. Ну, не то, что в сиюминутном каком-то страхе постоянном, потому что когда работаешь, то про это не думаешь. Но, конечно, становилось все менее комфортно, и все больше приходили в голову вот те самые мысли о том, что я могу оказаться в камере уже в принципиально новом качестве. И когда-то давно я попросила руководства, что когда вы узнаете, что ситуация стала для меня угрожающей, то предупредите меня, пожалуйста. Меня предупредили. Потом меня вызвали на допрос в ОСБ. ОСБ – это управление безопасности. Давай, маршруфрувай для всех. Это отдел безопасности, да, это наше управление. Но заранее меня предупредили, что команда – это не наше управление, что меня ждет много неприятных бесед и допросов и в прокуратуре, и в ОСБ, и, возможно, в ОСБ. С чем это было связано, мне не пояснялось. Меня просто предупредили, как мы договаривались. И после допроса на следующий день меня уже не пустили в тюрьму. Я приехала в матросскую тишину. Мне сказали, что есть команда меня не пускать. Ну, пазл сложился, и я уехала. Что там еще делать, если меня к работе не допускают? Прости, у меня наивный вопрос, потому что я понимаю, что детские вопросы, они какие-то самые главные, поэтому не буду пропускать. За что? Ну, это не за что. Скорее удивительно, что столько лет, да, шесть вот именно в управлении, это шесть лет было после ВНК, уже восемь в ВНК и шесть управлений, что столько вот шесть лет мне дали проработать. То есть я ожидала, что все это закончится существенно раньше, ну, и как бы отдалась на волю Божью. Я даже не про увольнение, я про тюрьму. Вот за что тебя сажать? А речь, ну, я дошла все-таки об этом. Да, нет, тут вопрос двоякий. Могла быть программа минимум и программа максимум, да, программа минимум, это просто меня убрать, да, вот сказать, чтобы ее тут не было, да, тогда это увольнение, тогда мы расстались полюбово. Худший вариант, и то, что книгу проверяют на экстремизм, но то, что этого было бы недостаточно, что это не только увольнение, да, еще какие-то за этим следующие шаги. А за что? Не за что, ну, потому что вот, потому что когда меня брали на работу, система пыталась притворяться, что она открытая, что она прозрачная, приходите все там, пишите что-нибудь. Конечно, это ненасколько не соответствовало действительности, но тогда у нее была заинтересованность в том, чтобы в эту игру играть. Вот тогда специально для меня ввели эту должность, тогда меня на нее взяли, а сейчас это все закончилось, потому что времена не те, уже не надо больше делать лицом. Почему времена не те? Я же помню тоже эти времена, когда в Центре стратегических разработок Алексея Кутера написалась большая концепция пенитационной реформы, и все казалось близко-близко. Я помню, как Ульяна Ивановна Матвиенко лично, своим собственным ртом, выступая на трибуне, это сразу было после первого скандала с пытками в Ярославской зоне, которую опубликовала новая газета, сказала про, что необходима реформа пенитационной системы, и сказала, да, снимать погоны, гражданские специалисты должны заниматься этой проблемой, а Росгвардия снаружи, туда не надо ходить, надо только, чтобы были учителя, психологи, инженеры. Все правильно, все верно. А дня через два Путин сказал, что отличная система, не надо ее лезть, прекрасная система. Откуда? Почему это из... В общем, желание властей... Ну, хорошо, Сеслип Кудрин, но Матвиенко-то уж никак не Сеслип, а третье государство и путинское, путинское. С чего вдруг все-таки... Почему так Путин держится за то, чтобы тюремная система была такая, как она есть, и еще хуже? Почему? Потому что вся страна в этом направлении движется, мне кажется. Было бы странно, если бы весь состав шел в одну сторону, а один вагон бы внезапно отцепился и куда-то в сторону гуманизации бы поехал. Мне кажется, такого быть не может, а поскольку уголовно-исполнительная изначально самая такая непрозрачная, максимально карательная, такая вот она унылая, как глыба среди всех служб, но не готова к тому, чтобы ситуацию менять. А главное, что мне кажется, поскольку это происходит из-за того, что у нас вообще нет какой-то концепции, зачем нужно наказание в виде лишения свободы. мы колеблемся между европейским полюсом, да, ну давайте там сейчас мы их социализируем, там больные вылечим, не умеют ничего, сейчас мы их научим там на пианино играть, я не знаю, еще что-то, и нашим гулаговским полюсом, давайте их так вот напугаем, чтобы больше никак в жизни уже не пришло в голову преступления совершать, по этому же стимулу по полной программе, а нету вот этого вектора, вот мы болтаемся, уголовная исполнительная система болтается между этими двумя планками, как цветок в проруби, и нету понимания, что она делать должна, то ли мы их исправляем, то ли мы их прессуем и пугаем, а вот и так, и так, но вот это не получается. И отправить всех на фронт, и на самом деле, я почувствовала какую-то катастрофу, вот собственную катастрофу, все-таки мы с тобой сразу в сторон, все-таки много работали над над де-стигматизацией заключенных, над тем, чтобы эти люди получали какой-то шанс в жизни, и не нужно их бояться, надо с ними работать, это люди, гуманизация, это все 5-е, 25-е, и вдруг какой-то вот крах, выяснилось, что, выяснилось, что, а для кого мы, собственно, работали, а потом схватились за соломинку, за людей, которые в тюрьме сами не ходят и пытаются других отговорить. Все-таки они есть, да, нормальные люди, но у тебя-то получается еще один крах, да, то есть и система тебя в конце концов отторгла, и мы видим то, что случилось с заключенными, что вообще в этом году, в 22-м, в 23-м, произошло с системой. Вообще она может оправиться. Во-первых, это унижение. Пригожин, конечно, приезжал и, как мы знаем, да, он просто заставлял сотрудников переодеваться, вообще выгонял их, забирал дела, и это же все было абсолютно незаконно, до сих пор незаконно, то есть никак это не узаконено, то, что происходило. Это и унижение тюремной системы, это унижение судебной системы, все-таки есть действующие приговоры и так далее, и так далее. Как вообще переживет пенсиарная система то, что с ней случилось? Да, я думаю, элементарно. Вот в том, что касается унижения сотрудников пенсиарной системы, я понимаю, о чем речь, но я вот, наверное, не согласна. Потому что у нас, я не знаю, ну, там, начальник может в СИЗО колонии огорчиться, когда там его что-то заставят там переодеться, нахамит его, выгонит, сотрудник Вагнера, но он, поверьте, это переживет. У нас эта система настолько субординационно-вертикальная, что, ну, людей унижают каждый день. Вот наших сотрудников, да, унижают каждый день. Унижает руководство, его унижает высокое руководство, унижают низкими зарплатами, унижает общество своим брезгливым отношением, которое тоже есть. То есть вот это мы точно переживем, что еще какие-то вагнеровцы приехали. Ну, кто-то еще не отметился. Меня больше, к сожалению, шокировало, когда я работала последний год. Большое желание наших подшефных, наших арестантов отправиться на фронт. Вот это для меня было не то, что неожиданностью, но какой-то большой печалью, потому что мне казалось, что из-за того, что они находятся в таких стесненных обстоятельствах, тяжелых, у них тоже должна какая-то эмпатия развиться немножко. Но ничего этого не произошло даже близко. И понять их можно, они не хотят получать сроки, иногда заоблачные сроки, не хотят их отбывать, но энтузиазм, все равно, с которым люди писали все эти заявления, обращались к нам постоянно, отправьте, отправьте, отправьте нас на фронт, нет, не из колонии, прямо сейчас отправьте. И это было тяжело мне все видеть. И я пыталась разговаривать, и я думаю, на меня стучали много, потому что я и с сотрудниками разговаривала, и с арестантами нашими тоже я разговаривала. Но надо сказать, что сотрудники куда меньше хотят отправиться на фронт, чем наши арестанты, и это очень тяжело. Но если действительно, правда, то, что теперь забирать, начинают принудительно, я не знаю, насколько можно верить этой информации. Да, вот она приходит, но она как-то неподтвержденная, я все больше осмотрю, но если это действительно не так, то это вообще чудовищно. Что с этим делать, я тогда уже не знаю. Потому что все-таки одно дело там ухудшить временное содержание зато в колонии, сказать, ну вот видите, как тут все плохо, дать на фронт, а другое дело просто забирать принудительно. Мобилизация. Они же приняли поправку в закон о службе в армии, и теперь люди с действующей судимостью подлежат мобилизации. То есть я вот тоже до последнего времени верила и надеялась, что это вербовка, все-таки контракт. Похоже, что это мобилизация. Прям очень похоже. Скажи, а при тебе приходили вербовать в СИЗО? Один раз. Один раз приезжал человек, я, честно говоря, не поняла, он из Вагнера был, из Министерства обороны, но как бы звонили, сказал начальник, что кто-то приедет из Министерства обороны, это было несколько месяцев назад. И приехали за конкретным человеком, он был не следственно арестованный, а осужденный, отбывал наказание в хозотряде седьмого следственного изолятора. Взрослый мужчина, полковник, по-моему, с сирийским военным опытом, за ним приехали, провели с ним беседу, он пришел к нам потом с начальником отряда и нам об этом рассказал. что ему сказали, да, ты вот сейчас подписываешь, и завтра ты уже где-то там, не помню, то ли в Туле, а послезавтра ты уже на фронте, и мы тебе там даем, что полковникам дают полк, наверное, да, полк, не знаю, дивизию, батальон, что ему дают. И все будет хорошо, но он отказался, потому что он считал, что его несправедливо осудили, у него было 159 мошенничество, и он был действующим офицером, служащим на момент возбуждения уголовного дела. И он сказал, что не, давайте, ребят, я как-то сам сначала восстанавливаю свое честное имя, а потом, если мне надо будет куда-то ехать, я как-то без вас, наверное, поеду. Вот, и остался, и сейчас он уже освободился, условно, досрочно, так что теперь он сможет, я думаю, сделать самостоятельный выбор без вот всех этих ребят, чем делать. Я скажу для наших зрителей, что мы с Анной говорим о Москве, потому что Анна работала в Москве, и я поэтому не могу спрашивать ее, как дела в Сибири, а как дела в зонах Чечни, да, вот, я поэтому спрашиваю про то, что Анна точно знает. И я хочу спросить о шестерке, о следственном изоляторе, где сидят женщины. А женщины высказывали вообще желание идти на войну? Фух, я двух знаю, они сидели в одной камере, одна прокурор, и одна судья, обе они чуть младше меня, то есть, ну, взрослые такие дамы уже выглядят куда более почтенно, но поскольку им обеим светят большие сроки, вот они выразили такое желание, одна хотела быть снайпером, потому что она когда-то в ТИР ходила, а другая хотела быть санитаркой, вот, ну, я им говорю, почти, вы не можете на второй ярус кровати залезть, куда вы снайперы пойдете, но, понимаете, это же тоже был жест отчаяния, то есть, ну, когда они понимают, что уже, ну, ничто не работает, вот они все пишут, 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 ну, что-то они пытаются невиновность свою доказать, я не знаю, виновны они, невиновны, но, скорее, жест отчаяния какой-то путь, к спасению из этого всего, но вот две такие дамы были, так, чтобы массовые обращения были, нет, такого не случалось, а, еще одна девчонка как-то тоже вот ко мне обращалась, но не массово, не так, как мужчины. А что стоит за этим желанием идти воевать? Не получить срок, вырваться из тюрьмы, заработать денег, что, что там такое? Нет, просто не получить срок, просто не отбывать наказание, они даже не то, ну вот те, кто у нас сидит, они про деньги практически не думали, вот все, с кем я говорила, это просто, ну мне там, коряшице, 15 лет, да, ну вот это мне зачем, так, просто как изменить свою судьбу. А ты не думаешь, что вот это вот вербовка, и, кстати говоря, наемничество, запрещенное законами Российской Федерации, вот это вот все, что случилось с заключенными, оно как-то порвало связку между преступлением и наказанием, то есть как-то, и то, что я бы говорил Пригожин, да, что если что-то, бедокурите, позвоните, типа я вас вытащу, что мы и видели, что мы и видели, надо сказать, когда там заключенный сбежал с поля боя с винтовкой и начал стрелять в полицейских, Пригожин сказал, что он заблудился, ничего страшного, давайте его назад, что вы, собственно, парни, что там, без обид, ну подумаешь, стрелял, ну подумаешь, там, полицейских ранил. Это же страшно опасно, мне кажется, вообще для общества. Вот это разрыв, разрыв, он и так, в общем, был не очень сильный, да, вот, вот, все-таки не все преступления раскрываются, не каждое доказание справедливо, а сейчас совсем как-то. Чем это может быть чревато, и как долго мы, или не мы, не мы, будем это исправлять? Долго, наверное, будем, потому что совершенно правильно сказано, связь-то вот эта вот разорвалась, даже не причина следственная какая, да, не отвратимости наказания, а справедливости наказания. поэтому, но действительно все будут думать, что вот сейчас я что-то такое делаю, а потом я пойду в бою немножко, и буду я герой, и будет у меня все хорошо. Совершенно согласна с этой мыслью, оправляться нам от этого придется довольно долго. А скажи, пожалуйста, сейчас я чуть-чуть другую сему переведу. Когда ты занимаешься тюрьмой, вечно одно и то же, вот вечно одно и то же. Качество питания, медицина, ВИЧ, туберкулез, гепатит, не лечит, нет актировки, невозможно добиться, кругом коррупция, кругом взятки, наркотики можно легко пронести, а мобильный телефон у всех есть. Вот одно и то же всегда. Ну, почему? В чем проблема? Ну, почему лекарства не дают? Денег нет. Денег нет. Лекарства не дают. В 2022-м выделили, по-моему, треть, на коллегии звучало, по-моему, треть, да, от денег на лекарства, которые были выданы в 21-м. Что будет в 23-м, вообще никто не знает. Врачи, которые не умные, так и говорят зэком, а все ваши лекарства на фронт уехали. Чего вы тут ноете? Денег нет. Телефоны почему проносят? И наркотики? Потому что так, к сожалению, служба организована. Потому что часть сотрудников понимает, что вот так вот надо делать какой-то свой бизнес, а то заплата небольшая. Ну, это же не только сотрудники приносят, да, то есть оно разными путями туда попадает, но, к сожалению, с большим количеством передозов мы опять столкнулись в прошлом году. Телефоны-то, они, может, зло не абсолютное, не абсолютное, потому что с помощью них можно с одной стороны деньги вымогать, а с другой стороны с родными общаться, если ты там сидишь 7 лет, или сообщить о том, что с тобой что-то нехорошее происходит. А, ну, наркотики, к сожалению, это зло абсолютно, и мы теряем арестантов каждый год с того, что наркотики переходят в следственные изоляторы. А в целом, почему все так? Потому что никто не заинтересован ничего менять. Вот это то, о чем мы уже говорили. Потому что нет политической воли на преобразовании этой системы. Потому что менять ее надо глобально, не то, что с нуля, да, но где-то там вот этажа с первого надо просто все это уже пересобирать. Оно не работает, оно не должно так работать. Знаешь, когда молодые политики оппозиционные, ну, вот как Илья Яшин, садятся в тюрьму, я начинаю верить в то, что вот они выйдут, да, и все поменяется в тюрьме, потому что ну, рано или поздно все же, все же это рухнет, а у них будет хороший тюремный опыт. Прости, Господи, да, и в конце-то концов пенциарная система будет изменена, но я сейчас не об этом хочу спросить. Вот как раз пост Ильи Яшина, который вот у меня вызвал в моих вот собственных чатах со сотрудниками, с друзьями очень большую дискуссию, когда он писал о том, что встретил в тюрьме парня, который его как-то задерживал, там, вел автозак, там, как-то его сажал и так далее, на каких-то протестах. И его там тоже там за что-то взяли, там, он кого-то сбил на машине, и он тоже сидит. И кто-то спросил, как такое может быть, он же бывший сотрудник, да, безопасное содержание, почему он с Яшиным сидит. А кто-то сказал, ну подождите, это же, скорее всего, может быть и наседка. Я сейчас не об этом, я сейчас вот именно о том, что называется внутрикамерная разработка, если я не ошибаюсь, внутрикамерная разработка. Вот внутрикамерная разработка, это то, когда ты садишься в тюрьму, а рядом с тобой сидит человек, который спрашивает, а как дела? А как вот, а как это было с тобой? А как это? И ты начинаешь рассказывать, как попутчику, да, вот как попутчику. А это, вот это кто? Это бывает сотрудник, которого подсадили. Или это вот, это опер в смысле. Или это человек, который согласился стучать. Вот кто такие наседки и куда, к кому их подсаживают? И они что, зарплату получают вообще или что? Расскажи про наседок. Ну, я сразу говорю, что я в тюрьме не специалист по оперативной работе. Я ни к каким секретным разработкам, конечно же, не была допущена. Моя миссия только гуманитарного свойства. Вот. А, ну, как я понимаю, судя из того, что я видела, и что мне рассказывали арестанты, да, потому что руководство мне ничего по этому поводу не рассказывало, внутрикамерные разработки бывают очень разные. Если к тебе кто-нибудь там садится, обнимает тебя за плечи и говорит, ну, расскажи там, что с бедой, это еще не самый худший вариант. А если тебя начинают прессовать, да, плохо с тобой общаться и вынуждая тебя, да, к совершению каких-то там действий, возможно, к признанию своей вины или оговору каких-то других людей, это еще более жесткая, но тоже внутрикамерная разработка. Но делается это, конечно, в камере не сотрудниками сотрудников никаких, насколько мне известно, специально в камеры не посаживают. У нас таких людей нету, но у нас огромное количество, не у нас, у оперов, огромное количество людей, которые, ну, за разные блага, да, от каких-то серьезных благ по своему уголовному делу до дурацких, там, за сигареты, да, в зависимости от своего статуса, статуса разрабатываемого, замечательно выполнят эту работу для оперативного отдела. К сожалению, это так, это будет так, пока не сняты функции раскрытия преступлений со следственных изоляторов, и я не устаю это повторять. Следственные изоляторы нужны не для того, там их должны, если уж надо, держать, суду предоставлять, кормить, купать, гулять, охранять, но не разрабатывать, это совершенно другая профессия. Мне представляется, что это так. Тем более еще при степени необразованности и некомпетентности нашего оперативного состава. Тем более. Это просто все недопустимо. Телефоны, когда приносят телефон, ну, то есть там, просто телефон, вот, можешь позвонить семье, да, и сказать, куда перепрятать деньги. И, ну, условно говоря, или позвонить подельникам и сказать там, ну, что-то такое по делу, а потом этот телефонный разговор ложится в материалы дела. А это как? Ну, я вот это читала в Фейсбуке у Вани Асташина, о том, что ему показали там, потом, в уголовном деле, все вот эти вот разговоры, которые он там наговорил, хоть и был осторожен, когда его перевели в камеру с мобильным телефоном. Но это форма оперативной разработки, конечно, это форма оперативной работы даже. Это именно вот то, о чем я только что сказала. Если у тебя есть отчетность, если у тебя есть палочная система, сколько эпизодов ты раскрыл, то, естественно, ты будешь этим заниматься. Ну, и подавно, если тебя попросят оперативника, твои же коллеги из там, я не знаю, СКР, МВД, ФСБ, и другие не менее уважаемые коллеги. Ну, пока эту опцию не сняли со следственных изоляторов, мы будем с этим сталкиваться, а грань очень зыбка между оперативной работой и откровенным криминалом. Вот эту грань периодически очень тяжело обнаружить, и мне бывало тяжело обнаружить. Я специально спрашивала даже в управлении у этого, у первого заместителя начальника, я говорю, вы мне скажите, а где вот эта вот грань, если я вижу что-то такое очень похожее на криминальные проявления, например, что у человека деньги вымогают, а мне говорят, что это форма оперативной работы и не лезь сюда. Вы мне скажите, что я в такой ситуации должна сделать, на что я получила ответ, что если что-то очень похожее на то, о чем ты сейчас говоришь, то, скорее всего, это все-таки то, о чем ты сейчас говоришь. Но грань очень тонка, поэтому я бы просто все это запретила делать на территории, по крайней мере, следственных изоляторов, потому что, если этого не будет, вот как у нас целый оперотдел, у нас садились, заезжали просто в тюрьмы, на моей памяти, три или четыре раза вот полным составом, ладно, увольняли, но и сажали прямо оперотдел, потому что они эту грань переходили, потому что они думали, что вот, если я это делаю в интересах, блин, не знаю, чего государства, то в следующий раз он в своих интересах сделал то же самое, поняв, что, в принципе, это можно. И они это делали, они этим заражались, и они садились, и сейчас сидят. Вот как так, к сожалению. Традиционный вопрос, он не устаревает год от года, но ситуация меняется, поэтому я все-таки его задам. Как сидят политические и как отличаются отношения к политическим, ну и к обычным? У меня политические сидят нормально. То есть я, я вспоминаю, первый раз они, наверное, появились, ну помимо нацболов, которые так время от времени появлялись, это когда были узники 6 мая, они в первый раз появились в бутырке, вот, как вообще, как явления, как некие политические, относились к ним, ну, более-менее нормально, относились к ним аккуратно, это была бутырка, которая умеет держать лицо, и все было более-менее. А в последнее время их стало настолько много, что уже, по-моему, просто никто не делает разницы, тупо не понимая, что это какие-то политические. То есть тупо не понимая, что будет какой-то резонанс, просто перестали обращать внимание, да, их могут положить какую-нибудь там камеру карантинную, где 8 человек на 4 кровати, потом приходишь к руководству, ты говоришь, слушайте, у вас там политическая сидит, про него в газетах, наверное, напишут, вот сейчас он напишет домой письмо, как это и было неоднократно, и к вам сюда приедут доктора, профессора, медицинская сестра, и все понесли на вертолете. Ну, а начальник говорит, а, это чего один к нам приехал, а я даже не знал, и это на самом деле было так. И было даже так, что я приходила в камеры, сдавала вопрос, что статья у вас, мужчина, по какому-то другому поводу по здоровью приходила, внезапно выяснялось, что это тоже какие-то политические, про которых просто я не имела ни малейшего представления, просто не успевала отслеживать, что происходит в стране. И за антивоенное выступление и с какими-то там вот этими призывами экстремистскими и что-то еще, там же целый веер этих статей и букет. Ну, какого-то предвзятого отношения я не видела, видела один раз с Азатом Мефтаховым, которого пытались прессовать, но мы в тот раз с коллегой, с моим помощником это математика за МГУ. Я просто рассказываю, кто это, да, это аспирант по тематике за МГУ. Да, да, молодой человек, от которого требовали, чтобы он взял, признал более тяжкую статью, он отказывался, действительно, ему пытались создать неприятности. Вот это тот раз, когда я столкнулась с прессингом отношений политического. Слава Богу, мы оказались рядом и, по крайней мере, в Москве все закончилось хорошо. Что происходит на этапах, что происходит, когда люди от нас уезжают, мы никогда не знаем. Поэтому. И безопасность их там гарантировать, к сожалению, не можем. В этом я убедилась, сколько раз не пытались, ничего у нас никогда не получается. Я имею в виду даже не правозащитников, я даже управление имею в виду. Мы можем человеку обещать, что угодно, что с ним будет там дальше, мать не гарантирую. А вот скажи, как вот бывший, совсем недавно не сотрудник системы, что происходит с Навальным? Вот у меня ощущение, что его постепенно доводят до до смерти. Что ты думаешь про это? Ну, я думаю, что это отвратительное совершенно издевательство. И я думаю, что команда об этом идет откуда-то сверху. Что это не местная самодеятельность точно, и, возможно, это даже не самодеятельность в СИН. То есть, им дана конкретная установка. Как она звучит, не могу знать. Или будьте с ним там максимально жесткими, или там, я не знаю, убейте его, убейте его. Может, такой быть. сомневаюсь, но это не то, что вот кто-то вовсе нарешил, что хоть неприятный человек, давайте им займемся. Нет. Это указание, это какая-то команда. И самый идиотский в мире вопрос, а что делать? С Навального? Не знаю, говорить, писать, требовать, что мы еще можем. Вон я прочла, что он Алексея Гориного потребовал немедленно освободить. Я помню, что никто его, конечно, не метнется прямо сейчас немедленно освобождать. Но это как вот то самое, что ваши депеша значит больше, чем вы думаете. Что мы еще можем сделать? Ну и естественно приближать тот момент, когда сможет измениться и Федеральная служба исполнения наказаний, уголовная исполнительная система, а это произойдет только тогда, когда изменится вся наша страна. А мы должны, наверное, приближать этот момент. Я надеюсь, это произойдет при нашей жизни. ты больше оптимист, чем я, просто ты оптимист, я пессимист. Вот все-таки я тогда все-таки поверю оптимисту и спрошу, а ты готова вернуться в систему? Ну вот прямо сейчас нет, потому что я еще не поняла, пасает она меня или не пасает. Я очень хочу, это стало моей профессией за столько лет, то есть оно мне снится целыми днями, что вот я бросила всех людей, будет аж куча нереализованных каких-то вещей, проектов, всего осталось. Хоть, конечно, в последнее время я безумно устала, и вот эта жизнь в страхе, она, конечно, очень выматывает. Но моя мечта туда вернуться, разумеется. Не знаю, это будет приемлемо России будущего или как это будет, но я мечтаю об этом, я надеюсь на это. Хорошо. Президентом России стал Иванов Иван Иванович. Ну, что называется, не крокодил, не ангел, ну, некий Иванов Иван Иванович, которого мы еще не знаем, который там, ну, парламентская республика, не парламентская республика, да он говорит, Каретникова, иди сюда, садись, пиши, чего будем делать с тюрьмой. Что, вот три самые главные вещи, которые надо сделать с тюрьмой. Это я с вами посоветуюсь, наверное, потому что у меня их 33, мне сложно три, мне первые главные выделить. Самое-самое главное, самое главное, самое главное что? Сформулировать задачи наказания, вот то, о чем говорили в начале, сформулировать некую дорожную карту, что мы хотим, что происходило с людьми, которые оказались в неволе, что вот должно с ними пошагово случаться. Они должны справляться, пугаться, лучшить, худеть, страдать, учиться, что они там делать должны. Вот это надо сформулировать. Исходя из этого перестроим все остальное. Ну, хорошо, формулируй. Формулируй, что они должны. Формулируй эту задачу. Иванов Иван Иванович, он у нас все-таки специалист по хеджированию вечерных фондов, хоть и президент. Вот и формулируй. И тогда, наверное, исправляться. Тогда, наверное, те, кто плохой, нет. Опять же, что за страну мы имеем в виду? Вот о чем я говорила? Сначала, наверное, должна система правосудия измениться. Потому что пока у нас в тюрьме сидят, например, политзаключенные или невиновные, то совершенно непонятно, зачем им исправляться, потому что они и так ничего плохого не делали. От того, будут ли они шить варежки или слушать там музыку хорошую, им ничего ни плохого, ни хорошего не будет. А те, которые плохие, ну да, наверное, их надо социализировать, наверное, их надо чему-то учить, наверное, их надо лечить. Если они наркоманы, так я вообще выступаю за заместительную терапию, честно говоря, но к этому наша страна не скоро, я думаю, придет. В общем, мы должны делать так, чтобы они вернулись в общество действительно, ну, насколько-то готовыми к жизни в обществе. Наверное, так. Ну, или тогда всех надо на войну отправить или расстрелять, что ли. Ну, что мы издеваемся, правда, над людьми, а толку никакого. А потом они еще в общество выходят озлобленные и на нас в подъездах нападают. да. Слушай, ну, так же, как и я, потому что наверняка знаешь, как работают разные тюремные системы, и, конечно, мы все знаем, что самые лучшие скандинавские. Дания, Норвегия, Швеция, прислушившие к ним Голландия и Финляндия, но у них же вообще другая концепция пенитенциарная. В Германии такого нет, во Франции такого нет, в других странах в Америке такого нет, а скандинавы, у них, собственно, что такая система-то? Помимо того, что они богатые, у них еще концепция другая. Они говорят, что вот преступник, он вообще, на самом деле, не очень виноват в том, что он преступник, а виноват в семье и школа, общество и государство, которое не догадело, в семье было домашнее насилие, там отец избивал мать, а соседи там не вызвали полицию, опека не проследила за мальчиком там или девочкой, кто-то продал ему пиво, кто-то продал ему наркотики, завуч просмотрела, классный руководитель тоже не доглядел, и пошло, 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 и, ну а кто виноват? Да, конечно, оно виноват, это прежде всего семья и школа, и поэтому государство и общество должны вместе с ним нести ответственность за то, что с ним приключилось, он не сам это все сделал, поэтому, поэтому, если он ограбил банк, ранил охранника и вынес 100 тысяч миллионов, то охраннику, раненому и банку выплачивает все сначала государство, постоль-постоль, он никогда не заработает, он никогда не заработает, чтобы выплатить ущерб, нормальный ущерб человеку, который от него пострадал, то есть это миллионы на самом деле, он их не будет зарабатывать, у него стимула нет, ну и тогда человек остается один на один с государством, который говорит, а теперь, голубчик, ты должен мне, а я немножко должен тебе, потому что, ну это мои, там моя опека, моя школа не доглядела, как ты думаешь, когда-нибудь для России такая концепция подойдет, чтобы, чтобы наше общество согласилось с тем, что да, оно тоже виноват в том, что есть преступники? Очень не скоро, очень не скоро, даже если оно выйдет из военного, вот этого вот зомби-отупения, в котором сейчас общество пребывает, я не всех имею в виду на существенную часть, то у нас общество, оно заведомо глубоко не толерантно, и ему, на мой взгляд, исключительно, не очень свойственно признавать, что оно общество в чем-то может быть виновата, оно все-таки подходит с позиции, что оступившегося надо пнуть сначала. Наше общество вот не такое доброе и душевное в большинстве своем, чтобы признавать свои ошибки в том, что кто-то стал преступником. И поэтому к этому нам еще идти, и идти, и идти. А вот я тебя как раз туда и веду. А смотри, как теперь получается-то. А теперь получается, что общество насильно уже к этому пришло. И теперь поди, скажи, что вот этот вот Вагнеровец, вернувшийся и забивший молотком судью, или вот Вагнеровец, вернувшийся, который убил свою бабушку из-за квартирных денег, что он плохой, поди, скажи. А не скажешь, а уже дискредитация. И как-то было, я помню, когда только первые начали возвращаться, какие-то жители небольшого города в Ленинградской области начали говорить, что ой-ой-ой, а возвращается серийный убийца, ай-ай-ай, мы не хотим с ними жить. И все, и заткнулись. И все, и все. Так получается, что общество-то пришло семимильными шагами к действиям и стигматизации заключенных. Пока мы с тобой хотели подойти к этому с гуманистической стороны, оно взяло подошло... Так это не общество, это пропаганда. Так какое же это общество? Это Пригожин сказал, да закон принять. Его депутаты говорят, есть, я бы закон примем, кто скажет, что это зэк, а то сам зэком станет. Это не общество, это некое сверху воздействие. Кстати, еще непонятно, чем все закончится. А чем? Как ты думаешь? Ты же думаешь об этом, и ты же знаешь, на самом деле, какие-то варианты развития событий. Я не представляю себе, нет, я хорошо знаю, что происходит внутри тюрьмы. А вот когда окажется много таких вот людей, про которых даже нельзя говорить, что они уголовные, вопросов очень много. Как вот он там придет детям, школу ОБЖ преподавать. Вроде педофилов не берут, а вдруг это педофил. А про него нельзя теперь знать, что он педофил. Я самый такой вот для общества болезненный вопрос озвучиваю, который мне так легко на тормозах спустить. ну вообще это безумие какое-то, потому что, ну, потому что должны быть какие-то механизмы, которые, ну, не то, что ограничивать, да, того, кто освободился, но какой-то контроль должен за ним быть. Если полностью уничтожить, стереть все, что было раньше, это может быть просто действительно опасно на будущее. Ну, впрочем, не знаю. А потом эти люди, ведь они не отбыли наказание-то по-хорошему, да, опять же, смотрите, вот даже бы они шили варежки 15 лет, может, они не справились бы. Но от того, что их туда послали в мясорубку, ожесточили, напугали, научили обращаться с оружием, а потом через полгода вернули обратно, они и подавно не справились. Наверное, они стали хуже. Наверное, они стали хуже, наверное, они стали ожесточеннее. Я думаю, так. Ну, и плюс ко всему, все-таки по всем международным конвенциям они прошли путь наемничества. Наемничество на войне, то есть это, в общем, военное преступление. И к преступлениям, которые у них было, все-таки добавилось, что рано или поздно, а это чаще все люди молодые, рано или поздно им придется за это ответить, а мне кажется, они не в курсе. Да они не в курсе, нет. А вот об этом их точно никто не предупреждает. Никто не говорит, вы военные преступники. Кроме, может, там Майкл Накин, только они его не слушают, они своего командира слушают, а он говорит, вы герои. Какие наемники? Герои вы, молодцы, ребята. Жалко, что вас мало осталось, но вот тем не менее. Кстати, о командирах. Знаешь, когда я сейчас наблюдаю Министерство обороны в зонах даже они особо-то и не приезжают. Их сотрудники, собственно, в СИН отбирают заключенных и пока добровольно и отправляют прямо сразу на фронт. И это Министерство обороны. И я вот думаю, ну хорошо, ну Пригожин и Вагнеровцы, все-таки и у Пригожина у самого был тюремный опыт большой, и Вагнеровцы, это не армия. они могли как-то более или менее худо-бедно с ними управляться в смысле, ну приказа, в смысле управления. А как Министерство обороны будет управляться с нашим хорошо нам с тобой известным специфическим очень контингентом? Как это вообще будет? Ты как-то себе это представляешь? Плохо очень представляю, потому что вся вот эта вот отчасти театральность поведения Пригожина, все вот эти вот рванье рубашки на груди, даже вот эти вот шуткие истории с кувалдами, это как раз в том числе поиск формы управления этим контингентом, да, потому что, ну потому что вот есть вот страх, есть какой-то там а ты не мужик, а я мужик, вот это вот все а как с этим будут отношаться командиры, которые там из Минобороны управляются, это я не знаю, это я не знаю, контингент даже действительно сложный, особенно если это, например, ранее отбывавшие какие-нибудь, которых тоже много записываются. Проблема будет, конечно, будет проблема, поэтому мне легче представить себе Пригожина и его людей формы каких-то там полководцев для этого контингента. Совершенно правильно его озвучили, будет серьезная проблема, я думала об этом. Дальше у меня вот вопрос специально просто для троллей, которые, конечно же, внизу уже написали всякие гадости. Я уже просто вижу, знаю, что пишут. А вот как это ты, сотрудница в СИН, взяла и уехала во Францию, да какие такие шиши, и кто тебя вывез. Взятки брала, да, сейчас на них живешь, да, вот так, да? Прокладывай. Я знаю как, но мы должны ответить на этот вопрос, который я мысленно читаю. Нет, взятки я, конечно, не брала, у меня была зарплата 17 тысяч в месяц, она мне очень нравилась, но у меня зарплата официальная, без каких-то там мэрских выплат, раз в полгода 17 тысяч рублей была. Последние два года я получала 17 тысяч рублей, поэтому вот на это бы я никогда не уехала, но уехала я с помощью правозащитного центра Бемориал, потому что я была его сотрудницей, в общем, так себя все это время я осознавала, и перед тем, как пойти работать, естественно, я обсудила это с своим товарищами по правозащитному центру и по совету правозащитного центра Бемориал, и вот сейчас, когда я уже почувствовала, что все становится довольно так опасненько, тревожненько, я сделала загранпаспорт, это было, по-моему, осенью, по-моему, это было, ну, осенью, да, когда вот уже и с книгой вся эта история произошла, и предупреждать меня стали сотрудники о том, что за мной следят. Вот, получила визу, и в тот же день, когда меня не пустили на работу, я просто села на поезд и уехала в Белоруссию, а что, собственно, еще, а тут у меня пока что вот ничего нет, кроме посильной помощи моих товарищей по Мемориалу. Да, и я знаю, что мы несколько раз пытались записать это интервью, и в это время Анна переезжала все время с квартиры на квартиру, и не потому, что она так хотела, а потому, что пока это, что называется, ну, приюты, приючают добрые люди, которые нужны, и до стабильности гнезда еще очень-очень далеко. Это была сотрудница Мемориала, Анна Каретникова, которая пыталась сделать мир лучше, и знаете, что? Она сделала это. Она сделала это, и напишите что-нибудь внизу, какой-нибудь привет люди, которым она помогла. А вас очень много, я знаю. Спасибо тебе большое, Ваня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.